здравствуйте друзья доброе утро вопрос здравствуйте михаил петрович я три года назад интересуюсь жизнью сша я начала смотреть ваш канал тогда я была очень далека от айти сферы никогда особенно не увлекалась компьютерными технологиями и была самым обыкновенным пользователем не вникая в то как это все устроено но вы были столь упорные и убедительные то есть на меня теперь да значит я виноват так что незаметно для себя я начала заряжаться заражаться в кавычках интересом к тестированию и вот завтра мой первый рабочий день как инженера по качеству но этому письму там может быть несколько недель так что уже там пара недели прошло по качеству интересный проект крупная компания и я семилетним опытом работы в банковской в банковской сфере и с нулевым опытом в тестировании и как раз таки мой банковский опыт показал мне что как бы ты ни старался как бы много времени не проводил на работе как бы не развивал себя как специалиста есть шанс что будут расти только твои обязанности хорошая так хохмачка так тебя будут ценить как специалиста и нагружать по максимуму потому что знают что выполнишь любую задачу в конечном итоге это приводит лишь к отставке к остановке в карьерном росте и профессиональному выгоранию и смена одного банка на другой совершенно ничего не меняет потому что система везде одинаково и отношение к сотрудникам тоже сейчас же я нахожусь на старте новой профессии и очень хочется чтобы этот старт был успешным и стремительным очень хочется стать сильным специалистом профессионалом которого все ценят и которого все хотят и так как мне уже 31 год то она думает что ей много так хочется добиваться этого в максимально короткие сроки это как раз понятно да вы в своих видео часто говорите что нужен прорыв нужен переход на новый уровень но прорыв произошел да правда чек профессию поменял это уже порыв но как этого добиться на практике как не совершить прошлых ошибок как не застрять на месте и самое страшное как не перегореть посоветуйте пожалуйста на что мне как новому специалисту обратить внимание в первую очередь на чем сфокусироваться и спасибо большое вам за то что открыли мне новые возможности это бесценно что сказать друзья явно человек живет где-то вот не знаю где но вот в отечестве и не в соединенных штатах вот первое что я бы сказал это то что из того что я знаю как бы из того что приходится слышать даже если вы находитесь вот там в другой стране ну скажем в россии допустим отношения между людьми в айти сфере и в например банковской другие вообще айтишник это как бы такой особый мир где отношения ну получше что ли более более человеческий более осмысленный там и так далее поэтому вас не будут эксплуатировать я надеюсь вот так как бы варварский да там грузить 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 там поиметь человека ничего ему не дать смысле роста там и так далее то есть я я сомневаюсь что вот так произойдет как бы или есть возможность что так произойдет все-таки это другая область другими правилами игры немножко хотя зависит конечно от компании от менеджера конкретного и так далее теперь с точки зрения роста понимаете история какая сегодня айти сфера востребованная и не хватает людей не хватает людей это значит что у вас возврат хороший на инвестиции в себя то есть то что вы делаете будет востребовано у вас будет возможность на этом как бы сказать получить такое удовлетворение да то есть вы что-то сделали раз больше востребованности больше внимания лучше отношения больше денег там и так далее пытаясь от солнышко как-то уйти вижу тут в камере отражается в объективе что пол лица тут на свету но неважно в общем холодно сегодня очень хоть и солнышко но холодно значит в чем состоит квалификация тестировщика которая делает его желанным незаменимым там и так далее с одной стороны это чисто техническая часть в которой предела совершенства просто нет то есть вы можете заниматься тестированием автоматическим вы можете расти в этом смысле очень далеко осваивать языки программирования осваивать инструменты автоматизации методологию всевозможную и так далее вы можете узнавать больше о компьютерах искать и мире компьютеров вы можете разобраться хорошо с базами данных с сетями вы можете разобраться смотря смотря в какой области вы работаете может быть это какая-то безопасность защиты может быть кодирование чего-нибудь там шифрование я не знаю зависит очень сильно предмета но в общем там есть много 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 всего у у вас есть еще банковский опыт который делает вас привлекательным для тестирования банковских систем это как бы отдельно но тоже такая фишечка не неплохая даже банковские системы тоже тестирует и разрабатываются и тестируют да ну и конечно языки языки программирования безусловно значит дальше что начинается дальше есть тестер как человек который понимает что он делает то есть есть люди которые вроде бы техническое знание какое-то у них есть но когда доходит до решения практической задачи они не не понимают что такое тестирование по-настоящему не понимают не чувствуют не интересуются у меня был дяденька один он программировал на чем-то там я не помню на фортране допустим давно было дело 20 лет назад и он прибился это в гараже еще значит занятия вел у себя и он прибился и там посидел не устроенный абсолютно человек где-то там 95 год 4 него вот и лет 45 было мужику и он так вот не знал чем заниматься вроде там на фортране он никому не нужен нового ничего и там он пока не освоил вообще такой английский плохой и он посидел несколько занятий там у меня в гараже и как раз я тогда автоматическое тестирование преподавал и он очень загорелся на этим и так уже к компьютеру подсел и там я задачку какую-то дал им они все сидят там пыхтят задачка меня подзывает и говорит что ты хочешь чтобы я запрограммировал я говорю ничего не хочу я хочу чтобы ты автоматизировал вот вот это тестирование вот это вот могут но это понятно а что ты хочешь чтобы я запрограммировал я бы ты ничего не хочу понимаете человек казалось бы профессиональный человек там 20 лет программистом работал может быть больше и он не в состоянии был понятия элементарные вещи которая вообще не требует мозга понимаете но ничего ну вот надо знать протестировать какую-то вещь для этого нужно написать какой-то простенький скриптик там на скриптовом языке и он не мог этого сделать не потому что он скриптового языка не знал или не мог подхватить а потому что он задачи не понимал и вот то есть очень важно быть адекватным и я когда говорю что важно для тестера я всегда говорю что на первом месте стоит вот то что называется common sense островый смысл у меня еще есть такая хохмочка когда класс начинаю я говорю что нужен common sense вот я говорю что common sense из not very common да то есть не часто встречается и чтобы что к сожалению правда казалось бы что может быть проще и естественнее чем здравый смысл а вот и нет вот и нет очень много народу с этим делом и имеет проблему значит но я тут я надеюсь что банковский работник как бы это чек работающий в сфере где здравый смысл имеет значение я надеюсь что человек который вот так вот взял и из банковских работников не просто так а вот взял пошел нашел работу выучился перед этим и так далее тоже имеет хороший здравый смысл и люди которые взяли вот женщину на работу они же тоже не ну как сказать не с другой планеты они с этой планеты они когда человека берут тем более когда чек без опыта вот на первую работу берут они оценивают способность этого человека разобраться подхватить эффективно работать начать что-то из себя представлять такое по серьезному и так далее они они оценивая это они вот смотрят и они сказали да это пожалуй пожалуй это вот человек вполне подходит поэтому есть очень много оснований считать что вот у автора вопроса в этом смысле никаких проблем нет более того сам факт того что вот человек задается этим вопросом а как не отстать а как не выгореть и так далее это говорит о том что человек имеет жизненный опыт ну ну конечно там 31 там не 19 вот но это уже здорово что вопрос такой задается поэтому мое понимание такое вот первая работа я вот в моих терминах я выше первая работа это от бога то есть вот у тебя нет никакой вдруг на тебя бах и упала и ты ее берешь и ты развиваешься максимально вот вот в пределах того что может тебе предложить для развития первая работа вообще ну я не знаю как на разных рынках и тогда вот сша например я говорю ребятам что если ты чувствуешь что полгода ничего нового такого существенно не выучил надо двигать оттуда потому что ты погибнешь профессионально то есть айти такая сфера нужно все время подхватывает подбирать добирать потому что если ты стоишь на месте то ты ты фактически пропадаешь значит вторая работа третье там пятое так далее это уже вы сами это вы уже имеете опыт у вас уже есть выбор вы начинаете там разговаривать прикидывать оценивать и вы в конце концов решаете там вот ну хорошо пойду сюда с первой работой все иначе первая работа она как вот такое чудо ах и вот на тебя на тебя упал и и вот откуда взялось давайте это сложно прогнозировать и тогда да и не нужно поэтому попал на первую работу значит старайтесь быть по максимуму полезной если вас нагрузят хорошо радуйтесь если вам придется там сверхурочные сидеть не за в сша например это обычное дело я не знаю как там вот там где вы живете на если вам скажут сиди сверхурочные сидеть сверхурочные даже если не скажут сидите потому что ну в том смысле в каком вы чувствуете что вы растете эти вы получаете не деньгами и там не еще чем-то хотя может быть там и деньги нам премии какие-нибудь я не знаю это не так важно сейчас важно что вы растете профессионально и когда пройдет какое-то время я не знаю какое скажем сша я бы сказал что от трех до шести месяцев если человек меняет работу первую ну допустим ему дали там на первой работе я не знаю 25 долларов в час например он может через три месяца пойти на вторую работу а может пойти через год на вторую работу но с 25 долларов в час следующая работа независимо от этого срока это будет там ну скажем я не знаю ну там 3250 может быть 35 но существенно ведь не только то сколько он зарабатывает хотя то сколько он зарабатывает является отражением как бы его способности там делать правильные вещи хорошие но если он учится интенсивно это один вопрос он может сидеть и полгода и год и едва и и расти профессионально там вот он свое доберет но если он так сидит в эти такие люди которые вот ты могла что-то не двигаешь он вот я учусь а учится он по крупинкам знаете вот такие маленькие такие крупиночки вот он там по крупиночке подхватывает вот ну конечно можно сказать что что он растет есть люди которые прорывно растут например если вы делаете ручное тестирование а а потом вы перешли на автоматическое переключились это прорыв вот там где-то где прорыв это прорыв если вы из автоматического тестирования стали делать ну например какой-то white box testing да то есть вы сидите с дебаггером вы там какие-нибудь библиотеки там тестируете и так далее а пишите какой-то код который что-то гоняет это уже совершенно другой уровень и принципе вот сейчас мы видим скажем на на рынке вот на нашем местном что тестировщик где-то сливается с программистом вот в районе 140 150 тысяч год тестировщик интервьюрует также как программистов то есть вы не можете сказать что его интервьюровали вот именно на тестирование то есть вот те вопросы которые дают задачки там дают решать и так далее его тестируют его его интервьюруют как программистов поэтому вот есть есть уровень где все это срастается вы можете поговорить с программистами и спросить программистов а вот где у них прорывное да вот где программист чувствует себя что он вот пошел на прорыв где он где это произошло быть у них же там тоже свой рост есть поэтому да следующий момент который может здесь произойти с точки зрения ростом когда вы начинаете понимать процесс технологии и вот как как все закручено взаимоотношения с другими группами людей которые участвуют будучи человеком уже повзрослее да там скажем 31 год будучи человеком имеющим жизненный опыт может быть будучи человеком который в состоянии с людьми отношения поддерживать там карта встроить и так далее вы можете найти себя в качестве допустим совершенно может быть сейчас неожиданным но вы можете оказаться там скажем хорошим кей менеджером этот вот этот самый человек который понимает процесс понимает взаимоотношения и и как бы с людьми умеет работать потому что это это его работа то есть чтобы каждый был продуктивен и тут похвалить там я не знаю там поругать может быть не знаю как там вот это это тоже очень естественный такой ход развития единственно что я бы я бы советовал да значит не рваться в менеджеры как можно скорее конечно вы можете для этого пойти там какой мбей какой-то получить вот в сша например есть там project management курсы есть сертификации по project management то есть если которые мечтают стать каким-нибудь менеджером вот но я я бы на вот месте вот женщины пока бы не стремился осваивал бы профессию вот а там дальше жизнь покажет люди которые с вами работают люди которые над вами стоят эти люди тоже они с интересом смотрят на то какой у них народ давайте здесь стану так значит и какие у них потребности в людях и они видят в вас и таланты какие-то способности они скажут слушай ну чего она вот это давай-ка мы ее перебросим сюда давайте это тоже часто происходит без того чтобы мы вообще об этом даже задумывались то есть есть люди которые в этом смысле плывут по течению просто радуются жизни вообще я хочу сказать что я как человек который радуется каждому дню могу сказать что в этом есть большой смысл такой философский потому что если вы радуетесь каждому дню то вы всегда в хорошем настроении если вы все время озабочены каким-то будущем которое непонятно где там и чего и куда бежать и так далее вы не сможете радоваться дню понимаете и он пройдет и вы не порадовались и уже обратно его не вернешь чтобы порадоваться понимаете поэтому с одной стороны конечно планирование долгосрочное краткосрочное тогда это все очень важно но с другой стороны вот за этим нельзя потерять радость там каждого дня и вот каждый день вы что-то сделали что-то для себя узнали еще мой совет такой будет на дорожку значит вот когда общение какое-то там ну такое неформальное может быть бывает вот у нас например это пойти на ланч вот раз пошли на ланч ходите на ланч с программистами или так вот в какой-то компании где есть программисты это может быть так уже шире круг но из моего опыта я помню вот мой рост в частности происходил в том что я разговариваю с программистами во время ланча вот чуть такой чек скажет и вдруг у меня переворачивается в сознание несколько раз со мной такое происходило я думаю боже как же так я я еще сегодня утром не понимал вот этой фундаментальные вещи он так между делом что-то говорит боже то есть очень очень важно общаться с людьми которые знают больше которые что-то такое понимают глубоко в этом смысле если мы немножко расширим когда выбираете работу первую вы не выбираете а когда дойдет до 2 3 10 значит надо выбирать работу где есть две вещи это ключевой вопрос при выборе следующей работы первое это где есть проекты хорошие на мелочевке нельзя вырасти технически если проект сам по себе ничего из себя не представляет так идет ерунда вот там роста нет значит должен быть хороший проект такой в техническом отношении интересный и второе люди которые там работают значит надо надо стараться выбирать когда есть выбор особенно выбирайте команду в которой есть у кого поучиться не во всякой команде есть люди у которых можно поучиться поэтому вот я бы так сказал вот так на ходу до из того что вот я прочитала что мне в голову так на ходу приходит вот такой мой совет счастлива успехов и пусть все будет хорошо